добрый день я юля сайфон художница продолжаю погружать вас мир живописи добавляю недостающие цвета из банки и выдавливаю краску фото референс на пинтересте ссылка внизу под этим видео вчера вечером я занялась композиционным поиском сделала несколько набросков и черно-белый потом у меня в листе есть фигура девушки вопрос стоял как разместить фигуру в листе решением стала дать больше внизу пространство последний тональный эскиз тела вокруг фигуры сделать светлые пятна для того чтобы подчеркнуть ее силуэт свете я уже решила что по тону у меня земля и небо будут одинаковыми посмотрим что здесь происходит по цвету небесная голубая ультрамарин с белилами коричневый теплый называется у меня он шоколадный охра для платья и сие ноженая для тела девушки умбра жженая для кроны деревьев серый я его много использую сейчас замешиваю самостоятельно белила с черным пара зеленых теплых зеленая и оливковая карандаши часто я использую этот бордовый коричневый и пару зеленых на светах на фигуре я использую вот такой из банки готовый бежевый цвет ну и процесс сейчас как нельзя кстати будет справа готовая работа в тоне что не говори машина времени классная штука вокруг фигуры прописываю самым светлым мой любимый ультрамарин с белилами далее коричневый теплый как я говорила у меня называется шоколадный коричневые платья охра крона деревьев умбра жженой и теплыми зелеными далее то что я назвала горизонтом повернула его под углом серым цветом прописала и далее детали если не стану рассказывать потому что я плаваю в материале это значит что последние много лет я не писала с натурой фигуру и когда я ее рисую я очень внимательно и долго думаю как что сделать и это просто отсутствие опыта в определенной сфере живописи как бы кто-нибудь из нас и живописцев не держал крепко в руках что-нибудь одно например натюрморт или же пейзаж или же портрет рано или поздно что-то и скользнет из рук как у меня фигура это звучит грустно но в то же время обнадеживающее потому что то чем вы занимаетесь приносит свои плоды а то что вы оставляете замораживается да это можно как-то восстановить эти навыки но попаситесь терпением к себе далее в работе я продолжаю по чуть-чуть это значит что я убираю по силуэту красками потом добавляю по силуэту карандашами это происходит до тех пор пока я не решаю оставить так как есть живопись можно продолжать бесконечно то есть примерно в одном ключе раскрываются тоновые цветовые отношения а потом живописец сам решает где ему остановиться меня это устраивает я решила что достаточно для меня деталей и фигуры и я на этом заканчиваю буду рада вашим комментариям и лайкам потому что это поддерживает мой канал всего доброго до свидания и и и и и